Всем привет, здравствуйте, здравствуйте, очень рада вас видеть, спасибо, что зашли ко мне в гости, и сегодня у меня на заднем плане, как видите, бедлам, коробкопад, покупка беспредел, в общем, решила я, в общем-то, вместе с вами все это дело распаковать, покупки косметики, распаковка, я лично очень люблю такой формат, и в последнее время у меня как-то не очень получается собирать коробки, потом садиться перед камерой, все это дело распаковать, но раз уж так получилось, что за последние, наверное, недели две я еще приболела немного в последнее время, я думаю, что слышно все еще по моему голосу, но, в общем-то, за все это время, пока я была в отъезде, потом я заболела, у меня накопился ряд посылок, покупок косметики, и давайте сейчас вместе с вами все это будем дело распаковать, я здесь организовала небольшое местечко распаковочное, так что постараюсь, в общем-то, сделать распаковку от первого лица, чтобы вы тоже видели, что я делаю. Я закатала рукава, чтобы ничего нам не мешало, и давайте, в общем-то, начнем с этой посылки, это у меня коробка из Sephora, я здесь заказала то, что ко мне ехала очень долго, я не знаю, что там случилось, что произошло, Наташа Динона, или то ли это Sephora американская, я не знаю, но, в общем-то, я заказала, как вы понимаете, палетку от Наташи Диноны новую, может быть, бдительный взгляд уже увидит, что... Ну ладно, господи, как можно увидеть особенного человека, у которого 50 миллионов, блин, пыльно-розовых палеток, это какая-то болезнь, но, в общем-то, очередная, повторюсь, пыльно-розовая палетка вышла у Наташи Диноны, она называется Retro Palette. Я не удержалась, уже сегодня ей накрасилась в первый раз, потому что, ну, не могу, я не могу, не могу, у меня лежит где-то в запасах, в коробках, у меня лежит новая палетка Наташи Диноны, которая еще и почему-то ее все называют пыльно-розовой, ну, естественно, мне, конечно, надо было поскорее ее схватить, накраситься ей, так вот она выглядит внутри. Я не знаю, вообще, стоит снимать отдельный обзор на нее, не стоит, потому что пока она, я не знаю, какими голубями и какими кротами-черепахами, блин, ее ко мне везли, потому что уже к тому моменту, когда она ко мне... Я ее в первый день заказала, как только она появилась на Сифоре, но почему-то вот она очень долго ко мне ехала в этот раз, и не знаю, может быть, я, кстати, это здравие сниму с этой палеткой, но, в общем-то, сегодня я красилась ей первый раз, и, в принципе, мне она показалась нормальной. Вот, первые впечатления у меня положительные на эту палетку, но я справедливо страдаю буквально здесь, я не знаю, может быть, 5-4-5 оттенков на себя успела нанести. Так, а все остальное в этой коробке, возможно, кстати... А, ну вот это было как подарок за покупку, это парфюм от Mugler, Mugler, да, мне кажется, его называют Alien, он называется, можно было обменять сколько-то там, по-моему, 250, что ли, баллов, ну, в Сифоре американской баллы есть их, можно обменивать. Что это, зараза? Что тут запаковали? Все, тяжелая артиллерия, вход пошла. Что-то сладкое, мне кажется, ну, у меня сейчас, знаете, такое обоняние, конечно, я не уверена, что на 100% я доверяю сейчас своему носу, ну, в общем-то, вот, здесь у нас сколько? 10 мл. Еще из моих покупок это консилер от Anastasia Beverly Hills, я его, на самом деле, купила, когда покупала косметику для обзора Rose Huntington White, Rose Ink, да, она называется, я в тот день купила еще себе такой вот новенький консилер от Anastasia Beverly Hills, я им сегодня, на самом деле, тоже впервые воспользовалась, и, в принципе, первым впечатлением мне он показался нормальным. Единственное, я, может быть, бы предпочла, если бы здесь было чуть больше покрытия, посмотрите, какой здесь странный аппликатор, у него такая странная форма, видите, да, какой-то искривленный, и он довольно-таки твердый. Я купила себе оттенок номер 2, под глазами и синюшные, видите, да, венки просматриваются, то есть он, ну, мне кажется, недостаточно, все-таки все хорошо перекрыл, но я обязательно дальше, конечно, продолжу тестировать. Так, а вот теперь уже, кроме этих пробников, здесь у меня Firulic Brew от Kiehl's, и это от Neste Parfume Oil, я, кстати, oil, именно масла беру, потому что у меня, когда заканчивается в диффьюзерах, да, в которые палочки втыкают, я беру, как правило, такие масла парфюмированные, просто выливаю туда на дно, и получается, что тоже аромат распространяется, потому что так я на себя, как правило, не машу. Масла именно ароматизированные, если я пользуюсь, то парфюмами, ну, такой вот маленький лайфхак, если вдруг у вас закончилось, и у вас лежат те пробники масел ненужные, то их можно таким вот образом приспособить. Так, вот теперь, вот теперь, уже наконец-то, наконец-то все остальное здесь, это то, что мне на обзор прислали, но здесь, как бы, ничего особо интересного нет, я просто тоже сюда скидывала все это дело. Первое, это тушь от Kaja, это тушь, знаете, из серии, как помните, тоналик, да, от KVD Vegan Beauty, которые просто растрезвонили на весь TikTok, здесь тройная, как бы, тушь, она вот так вот на магнитах, да, и она собирается вместе. То есть, видите, да, они как бы по отдельности, но вот так они все собираются. Один из них, это прозрачный гель, который можно использовать как гель для бровей тоже, и как праймер под тушь, и далее здесь объемная тушь и удлиняющая тушь, то есть у вас, соответственно, здесь три продукта в одном. Ну, вот этот клер, да, прозрачная штука, я вообще не знаю, что она делает, что не делает, я как гель для бровей попробовала, тоже не скажу, что как-то очень классно держит, ну, а что касается туши, то у меня сейчас на одном глазу удлиняющая, по-моему, да, на другом глазу дающая объем. Ну, я, если честно, даже не вижу какой-то большой разницы, ну, не знаю, мне кажется, это нормальная тушь, но прям вот как-то с ума бы по ней сходить, наверное, я бы не стала. Так, еще одна у меня тушь новая, это от Rare Beauty Селена Гомес, Perfect Strokes называется. Ах, господи, как приятно, как приятно. Странная женщина, скажете вы, но, в общем-то, я, наверное, с вами соглашусь. Давайте посмотрим, что здесь за аппликатор. Пожалуйста, будь пушистым. Да, здесь более-менее пушистый аппликатор, но, по-моему, по-моему, это мини-версия туши. И третий продукт, присланный на обзор, возможно, это все присланы на обзор в этом видео, все остальное я сама купила, если я не ошибаюсь. Это стик от Bobby Brown Longwear Cream Shadow Stick. Если помните, у них были матовые, у них были сатиновые, вышли еще шиммерные, вот что-то такое. То есть, у них третья формула вышла, но я все-таки решила взять себе матовый стик. И вообще, оттенок, к слову, конкретно этого называется Shell. Я хотела себе, ну, по сводчам, я так посмотрела, чтобы это был прохладный светлый цвет для базовой растушевки. То есть, моя идея была, что просто в складочку наносишь этот оттенок, немного кисточкой растушевываю, ну, вроде как легкий ежедневный цвет. Но получилось так, что этот Shell цвет на сводчах, он казался довольно-таки в складочку, да, оттенком для кого-то с моим цветом кожи. Но посмотрите на него, видите, да, это скорее, ну, практически цвет моей кожи. То есть, я сегодня под тени от Наташи Динона использовала этот стик именно в качестве базы. Да, на самом деле, чуть-чуть-чуть-чуть совсем маленькими идет полосочками. Ну, то есть, наверное, я бы не стала как базу, по крайней мере, если у вас проблема, что у вас тени скатываются. У меня глаза посажены глубоко, поэтому у меня там, в общем-то, складочка образовывается. Здесь образовывается. Здесь написано Long Wear Cream Shadow Stick. То есть, я предположила, что, может быть, раз Long Wear, то будет работать как база. Ну, к сожалению, нет. В общем-то, закончили с этой коробкой. Давайте посмотрим еще одну коробку из Sephora. Я ее еще даже не вскрывала, она только сегодня ко мне приехала. Боже мой, с этой посылкой я вообще, конечно, намучилась, потому что... Ой, я уже миллион раз рассказывала, как же я обожаю Федокс. Знаете, есть прикольные картинки в интернете, когда посылка путешествует, и там вот так вот на карте показано, как она ездит вообще непонятно куда. И точно так же с этой посылкой приключилась. То есть, она была относительно недалеко здесь от меня, в Калифорнии, но потом она уехала куда-то в Сакраменто. В Сакраменто она там немного, что-то туда-сюда. Потом она вернулась обратно в это место, откуда она, в общем-то, поехала в Сакраменто. И потом уже чуть-чуть ко мне вот сюда. Я не знаю, что у них там происходит, но, в общем-то, почти на неделю позже эта посылка ко мне приехала. На Sephora просто были скидки, и я купила, в общем-то, кое-что из того, чем я и так пользуюсь. Что мне нужно было докупить дополнительно? Это от Murat SPF 50 PA с четырьмя плюсиками. Видите, в Америке, конечно, проблема с SPF кремами, в принципе, и это один из немногих брендов, кто, в общем-то, озаботился тем, чтобы для Америки получить эти четыре плюсика. Ну, Вики 3000 еще сто лет назад рассказывала, в общем-то, как все это дело происходит. Я, кстати, видела у Вики в стори, что она тоже купила в Sephora на скидках этот SPF. Он стоит 68 долларов, если я не ошибаюсь, полная его цена. У меня здесь предыдущая моя баночка стоит, я пользуюсь постоянно. И на скидках вот сейчас стоила 40 долларов. Я обычно в ноябре, когда черная пятница, 20% скидка в Американской сифоре на все, я, как правило, себе покупаю просто новую баночку. А здесь 40 долларов от 68, это скидка больше 20%, так что я решила, что я, пожалуй, себе куплю на следующий год. Как раз-таки мой самый любимый SPF. Здесь физический SPF полностью, никакого здесь нет химического. SPF, если это важно для вас, и он чуть более вот на увлажняющей стороне. Но это, в общем-то, знаете, баловство скорее, то есть это не обязательно совершенно есть и хороший SPF дешевле. Ну просто раз уж такое дело, я, в общем-то, не устояла, что это такое, понятия не имею. Так, давайте вторую штуковину, что я купила, посмотрим. Это, в общем-то, набор Beauty Blender, называется Good Vibrations. Чуть больше, чем за один Beauty Blender я заплатила и получила себе два, голубой и розовый. Ну, не буду уже, наверное, распаковывать, да, видно, что здесь два Beauty Blender и, кстати, еще обмылок. Маленький кусочек мыла, чтобы эти Beauty Blender мыть. Ну, а все остальное, я так понимаю, здесь подарки за покупку. Кстати, еще один киус, да, в предыдущей коробочке тоже такой был. Это Moroccan Oil увлажняющий шампунь и кондиционер. И это Jizu, Jizu, возможно, бренд называется. Кстати, вот новый продукт у них вышел. Honey Infused Live-In Conditioner. То есть, это для волос средство. Когда в Сифоре что-то новенькое появляется, очень часто еще они миниатюрки дают в подарки за покупку. Так что попробую новое средство. Так, ой-ой-ой, господи, такая вот малюточка еще и здесь спрей есть. Господи, боже мой, ну милота, милота. Такая вот миленькая-маленькая баночка. Здесь 12 миллилитров. Может быть, даже на пару раз мне хватит. Давайте, что ли, эти большие синие коробки. У меня, как видите, их аж две штуки. Как бы так мне здесь расположить, видите, у меня не помещается, к сожалению. Очень большая коробка. Ну, вообще, что касается этих коробок, то это тоже американская Сифора. У них каждый год проходит мероприятие, которое называется Сифория. И вроде как смысл в том, что эксперты от разных марок и знаменитостей приходят и рассказывают что-то про косметику, как пользоваться. Ну, это, знаете, Glorified Sales Event. Вот. Я бы так, наверное, назвала. Ну, понятно, да, что цель это, чтобы вы что-нибудь купили, что-нибудь приобрели, да. Ну, и кто идет на этот ивент, они им дают гутибэги. Билет стоит, я не помню, я впервые вот в этом году, да, участвую. И в этом году билет стоит, по-моему, 40 долларов. Обязательно здесь напишу где-нибудь в уголочке. Ну, и понятно, сейчас в связи с коронавирусом все это дело удаленно происходит, то есть они будут транслировать. Меня, естественно, конечно, конечно, меня, естественно, привлекли гутибэги, потому что там наполнение вроде как на 150 долларов, а стоит, ну, билет стоит 40 долларов. Тем более, что они на самом деле не раскрывали содержимое изначально, но они перечисляли бренды, которые будут в этих боксах. И я посмотрела, там некоторые есть бренды, от которых у меня, в принципе, ничего нет в коллекции. Ну, и я подумала, что обязательно, обязательно мне повезет, да, и что-нибудь я там новенькое отведаю. Два у них там было гутибэга, первый и второй. Все, хватит болтать, хватит рассказывать, давайте распаковывать эти бэги. Вот как-то так у меня получилось здесь все расположить. Давайте смотреть. Здесь, я так понимаю, если я не ошибаюсь, это то, что называется wristlet. Да, это, ну, конечно, такое здесь пластиковое, видно, что не очень, наверное, много денег потратили на конкретные эти штуковинки. Но, я так понимаю, смысл в том, что вы это как бы на руку надеваете. Здесь у вас ваши документы, вы ходите по этому ивенту, смотрите какие-то выставки, да, стенды брендов. Ну, в общем-то, у нас сейчас с вами все онлайн, поэтому надо вот так вот сидеть и дома, видимо, довольным быть, что ты в этом всем участвуешь. Ну, ладно, wristlet и wristlet. Давайте откроем, посмотрим, что, ого. Вот так, давайте смотреть на все, что это за подозрительная тряпочка. Это действительно выглядит, знаете, как старые труселя перешили. Ну, правда, оно выглядит как-то уж совсем, мне кажется, непрезентабельно. Ну, ладно, это, в общем-то, у нас резиночка на волосы. Это тумблер с трубочкой для напитков. Все такое, конечно, пластиковое. Ну, ладно, в общем-то, пусть будет. Так, у нас здесь вкусняшки, вкусняшки. Блин, я подчесаться буду. У меня дилемма такая всегда, так хочется что-нибудь сладенькое съесть. Но потом экзема моя мне скажет. Ну, ладно, давайте держать себя в руках. Здесь еще все, здесь больше нет ничего. Давайте уберем, припорошим и сделаем вид, что здесь ничего нет. Так, давайте уже косметоз смотреть. Мне кажется, это самое интересное. Ну, во-первых, во-первых, да, это, видимо, тот экспириенс, тот бокс, который я больше хотела, потому что здесь, как видите, полноразмерный продукт от бренда Тача. Это очень даже не дешевый бренд, и полноразмерный продукт, наверное, забивает value абсолютно всей этой коробки. Давайте раскроем, посмотрим, что здесь конкретно. Так, это у нас нечто, что называется Rice Wash Soft Cream Cleanser. Это кремовое средство для умывания. У-у-у, так вот это выглядит. Ну, у Тач, конечно, как правило, дорогие продукты, и Made in Japan, это японская косметика. Ну, и, скорее всего, это средство для умывания покрывает, ну, чуть ли не всю value этого бокса. Так вот, выглядит полноразмерное средство. Я надеюсь, что подойдет моей склонной к сухости кожи. Для нормальной и сухой кожи. Yes, 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 я очень рада, очень рада. Я искренне надеюсь, что подойдет. Второй продукт, это тоже от Тача Indigo Overnight Repair. Я так понимаю, это крем ночной увлажняющей мини-версии, чисто так, попробовать и протестировать. Ну, замечательно, спасибо, я обязательно, я обязательно. Я всегда-всегда рада, пожалуйста, спасибо. Так, следующий продукт от Fenty. Они говорили, что полноразмерные средства, вот как раз от нескольких брендов. В частности, видимо, это как раз одно из них, Gloss Bomb. У меня был Diamond Bomb изначально, который вышел в розоватом таком, да, оттенке. Я не смогла им пользоваться, потому что мало того, что он пахнет, мне не очень приятен запах конкретно этого средства. Какой-то сладкопластиковый, очень странный химозный запах. И еще, и здесь был вкус неприятный. У меня, знаете, вот кашель начинался, весь рот как будто обволакивало это средство. Ну, в общем, мне просто не подошло и настолько не подошло, что я даже вернула в магазин. Вот, и это новый оттенок, я догадываюсь сейчас. Наверное, если у меня кастрированное сейчас чувство, ощущение ароматов, я думаю, что сейчас все пробьет нафиг. Потому что, ой, господи, ну сладкий, конечно, запах. Мне просто этот блеск не очень подошел. Ну, давайте я его посвочу для вас. Прозрачный просто оттенок. Ох, боже мой, посмотрите, что это вообще такое. Восхитительно сверкает и приливается. Посмотрите, вау. Блески, конечно, просто сумасшедшие. Давайте поближе. Интересно, как у меня освещение, да, я в тестовом режиме сегодня выставила первый раз. И здесь, оказывается, так красиво, красиво так смотрится, да. А вот на этой камере, видите, да, уже не настолько это ярко и красиво выглядит. Ой, не знаю, не знаю, что делать с этим ароматом. Красиво это все сверкает и приливается. Может быть, может быть, я дам еще один шанс, попробую, может быть, у меня зайдет. Следующий продукт, давайте еще один уходовый посмотрим, полноразмерный. Полноразмерный, это бренд Selfless by Hiram. Как я на свой лад произнесла его имя, но, в общем-то, это блогер популярный и довольный. Он очень быстро взлетел, очень быстро набрал популярность. И молодец, парень времени зря не теряет, в общем-то, свой бренд косметический запустил. Это еще одно, кстати, средство для умывания, да. Как интересно, получается, в одном боксе два средства для умывания. Когда написано слово Центелла на банке, у меня начинается реакция определенная в организме. Я обожаю этот ингредиент. Центелла азиатская просто чудеса творит на моей коже. Так что, потираю ручонки, надеюсь, что мне зайдет. Ну, давайте второй блеск посмотрим. Бренд Asaya. Это тоже, наверное, относительно новый бренд, да, который набирает сейчас популярность. Блеска Really Great Gloss. По-настоящему классный блеск. Ну, вот, мне кажется, так надо все свои продукты косметические называть. Оттенок Easy, легкий. Посмотрим, насколько классный он и легкий. Так вот выглядит. Такой просто легкий. Не сказать, что он какой-то очень уж липкий. Дай-чего я. Так, следующее у нас здесь что такое. Что такое, это не бренд ли от тиктокеров какой-то, то ли это от блогера бренд. Айтем он называется, это тушь. Здесь у нас тоже тушь, интересно. Edison Ray. В общем-то, от американской певицы у нас косметический бренд и тушь Lash Snacks. Удлиняющая тушь написана, но вряд ли мохнатая щеточка, потому что у удлиняющих, да, у удлиняющих тушек, как правило, щеточки все-таки не мохнатые, а пластиковыми острыми, как будто шипами. Так, следующий продукт это Milk Makeup. Grip Primer называется. Это база увлажняющая, но которая должна, грипп, как бы, то есть она должна схватывать макияж и, видимо, помогать со стойкостью макияжа. Ну, я от бренда Milk Makeup на самом деле пробовала несколько продуктов косметических, и я не скажу, что что-то из того, что я тестировала от них, оказалось таким вот прямо суперклассным, жизнеизменяющим. Ну, я обязательно, конечно, попробую этот праймер. Так, следующий продукт. The Day. Day, возможно, да, бренд называется. Deep Conditioning Treatment. Я так понимаю, это средство для волос. Давайте его занюхнем. Никакая фольга меня не остановит. О, ничего себе, как вкусно пахнет. Вкусный, какой-то кисло-сладкий, что ли, запах. Очень яркий. Надо будет, конечно, протестировать, но не знаю, насколько мне подойдет. Я ничего еще не пробовала от этого бренда. Тема замечательная, да, такие боксы, что всегда пробуешь что-нибудь новенькое. И косметичка. Кстати, в косметичке у нас с вами что-то есть. О, смотрите, там прям как будто даже полноразмерки какие-то. Так, 54 Throne. Миниатюрка, может быть. Ну, это крем для рук. Давайте его тоже занюхнем. Все, сегодня нам надо занюхнуть обязательно. Вау, ничего себе. Такой густой крем. Он прямо густой. Плотный. Посмотрите, как будто это реально мазь какая-то. Ой. И запах такой, знаете, как будто это мазь. А, это крем для тела, да? Мазь для тела получается. Ну, действительно, как будто из масел. Оно состоит и из масел таких. Ну, вот посмотрите, да, видите, у меня руки все жирные сейчас. Что-то я не ожидала такого, куда мне сейчас. Да я без штанов сижу, но мажу себе там куда-нибудь. Контент на 18+. Ну, это прям очень тяжелый крем для тела, как будто действительно маслами мажешься. Так, далее, что у нас здесь. Какие-то пробники. Дайнесса. Майрикс. Это тональный крем, кстати, хорошего размера пробники. Я думаю, что вот этот оттенок можно будет попробовать. Так, еще. Ничего себе, они тут наложили кучу всего. Шани Дарден. Я не знаю, что это за бренд. Слышу впервые. Какое-то это средство с ретинолом. Это у нас маска Summer Fridays. Тоже я еще не пробовала. Здесь у нас миниатюры, получается, парфюмов. Ну, давайте уже не будем на совсем какие-то мелочи смотреть. На сашеты какие-то пробники. Здесь вот, видите, еще какие-то. Наложили, конечно, ничего такой нормального. Да, у нас получился бокс. Очень хорошая value. И сразу я уже вижу, что здесь, я даже не знаю, есть ли что-то, что я, в принципе, пробовала. Ну, получается, вот этот блеск только от Fenty Beauty. Мне кажется, очень хороший бокс. Давайте, что ли, второй посмотрим. Так, что интересно, как видите, второй бокс начинается точно так же. Давайте этот reset уберем. И да, здесь, судя по всему, другие продукты. Выглядит, как будто здесь меньше всего. Ну, давайте, наверное, с того, что хотя бы отдаленно напоминает полноразмерные средства. Amica Multi-Task Repair Treatment. Это для волос средство восстанавливающее какое-то. Я не пробовала конкретно эту штуковину от бренда Amica, но у меня когда-то был сухой шампунь. От них несколько. Даже цветастенькие такие маленькие тоже в бьюти-боксов попадались. И, в принципе, это нормальный сухой шампунь. Но я помню, что он был очень ароматизированный, очень он пах. О, здесь тоже запах присутствует. Ну, конечно, у них продукция, видимо, для волос очень ароматизирована. Так, следующий продукт достаем. Ну, давайте вот это, что ли. The Inkey List. Гиалуроновая кислота. И написано для кого? Для всех. И в скобочках, несерьезно, действительно подойдет для всех. Ой, что себе? Гиалуроновая кислота? Для кожи? Почему в таком странном форме? Так, мне интересно, что там внутри. А, просто как гель прозрачный, но интересная упаковка. У меня еще не было продуктов с гиалуроновой кислотой в такой интересной упаковке. Ну, ладно, как будто, знаете, это средство для умывания, или же это что-то для волос, может быть. Так, далее. Биосанс, Сколейн, Витамин С, Роуз Оил. Масло. Ну, что-то у нас здесь ухода, да, получается больше, чем декоративной косметики. Это масло с витамином С. Ну, понятно. Это от бренда Бриожио тоже, это продукт для волос. Don't Despair Repair. Это их кондиционер для волос, очень известный. На самом деле, бренд Бриожио как раз-таки обрел популярность благодаря этому средству. Почему-то все блогеры с ума сходят по нему. Ну, мне, к сожалению, практически ничего не делает это средство. Я не знаю, почему, мне более тяжеленькие, возможно, средства подходят. Так, далее, доктор Денис Гросс, Alpha, Beta, Extra Strength, Daily Peel. Интересно, сколько здесь в этой упаковке. Это очень популярные сошеты от этого бренда. А, Five Treatments написано. Они, по-моему, двойные. Да, двойные, если мне память не изменяет. Но это, в общем-то, общепризнанное хорошее средство. Я помню, еще Вики 3000 тоже, да, ранее упомянутая, показывала эти пакетики. Но, кстати, это Extra Strength. Экстра сильная, как бы, версия. Здесь, возможно, больше концентрации кислот. Но, если вы хотите делать пилинги в домашних условиях, то вот эти от Доктора Денис Гросс, по-моему, в оранжевой упаковке, как раз самые популярные у них. Следующий продукт, наконец-то, наконец-то, декоративная косметика. Это Rare Beauty от Селены Гомес. Perfect Strokes Eyeliner Liquid с буковкой Е на конце. Это очень классная подводка. Я ее не буду сейчас открывать. Здесь аппликатор в виде кисточки. Рисует замечательно, все с ней прекрасно. Я постоянно только ей пользовалась одно время. Она у меня в фаворитах тоже мелькала. Ну, замечательно. У меня теперь есть бэкап. Следующий продукт. Или еще одна тушь. Fullest Volumizing Mascara. Объемная тушь. Я так понимаю, это миниатюрка. Объемная, это значит, мохнатая щеточка должна быть. Мой любимый вид щеточек. Пожалуйста, пожалуйста. Да, мохнатенькая, пушистенькая. Я как раз-таки такие люблю аппликаторы на себе. Надеюсь, что тушь мне подойдет. Новых тушей у меня сейчас в достаточном количестве. У Дайнесса Майрикс. Я помню, что они говорили, что в одном из боксов будет полноразмерный продукт от Дайнессы Майрикс. Я, конечно, держала пальчики крестиком. Ааа, боль. Боль вселенская. Боль. Блин. Вот да ф***. Из всего, что в принципе есть у Дайнессы, наверное, тот продукт, который меня бы наименее порадовал, это как раз Duet Balm. Это что-то, блин, мокрое, влажное для лица. Highlighting Face and Body Balm. Почему нельзя что-нибудь для глаз? Почему нельзя? Да пудровое даже. Почему нужно, блин, гребаный влажный бальзам? Ну, скорее всего, они добавили как раз-таки в эти боксы, потому что никто не покупает, потому что никому, блин, не нужны влажные масляные продукты для лица. Хайлайтер, дающий влажный блеск. Это значит, что волосням будет к нему лить. Ну, ладно, давайте откроем, посмотрим Shade Clear, прозрачное тенок. Ну, не может это быть что-то не влажное. Господи, боже мой, за что? Просто за что? Посмотрите, это что-то прозрачное, это что-то масляное. Ну, вот зачем? Не блесточки, нет? И как-то это странно пахнет. Ну, я не знаю, может быть, у меня сейчас с чувством обоняния проблемы определенные, но что угодно можно было из ее коллекции, но не что-то, что совершенно для меня не юзабельное. Так, ну, груз печаль. Давайте покопаемся еще, есть здесь что-то или нет. Ну, судя по всему, да, это все продукты. Давайте посмотрим в косметичке. Здесь большая вероятность, что все то же самое, что было в той косметичке. Ну, кстати, вот это масло для тела, да, увлажняющее, здесь уже другой аромат. Спасибо, что они абсолютно идентичные продукты. Хотя бы здесь другой у нас аромат. Так, это наша Shani Darden Retinol. То же самое, что было в предыдущем боксе. И вот эта штуковина Summer Fridays тоже была у нас в предыдущем боксе. О, посмотрите, какая здесь вблизи. Попробую показать. Вот такой маленький-маленький, посмотрите, какая малюсенькая штуковинка. Очень милая. Ну, конечно, вряд ли я буду на себе крем какой-то носить в виде булавки, но жест очень миленький. Ну, и тоже у нас здесь сошеты. Но мне, если честно, все-таки понравился больше тот бокс. Мне показалось, что однотача там уже отбивает вэлю. А здесь то, что я хотела больше всего. Дейнесса Майрикс оказался продукт, который совершенно мне не нужен. И вряд ли он мне понравится. Я небольшой фанат, в принципе, такого формата продуктов. Но, в общем-то, когда покупаешь такие боксы, никогда не знаешь, что тебе попадется. Ну, ладно, давайте смотреть другие коробки. Здесь у меня, на самом деле, интересная посылочка. Посмотрите, здесь всего лишь один продукт. И продукт, который я не покупала. Это парфюм бренд называется Соли Ноутс. Насколько я знаю, это не какой-то уж суперлюксовый какой-то дорогой парфюм. Магнолия. Но я, на самом деле, сделала заказ на американском Look Fantastic. И у них есть такая фишечка. Еще когда я в прошлом году у них там что-то заказывала. Если у тебя в заказе есть подарок за покупку, да, ну и что ты там покупаешь. Уж не знаю, всегда они так делают. Или же, когда у них продукта нет на складе, они его только ожидают. Но подарки за покупку они иногда отправляют до того, как отправить, в общем-то, сам продукт непосредственно. И это был подарок за покупку. Послушаем магнолию. Потому что у меня у кузины, у двоюродной сестры в детстве, она у меня старше, у нее был парфюм в белой упаковке. Я не помню, как бренд называется. Белое матовое стекло, кругленькое. Если, кстати, вы поймете, что за магнолия, будет очень интересно знать, в общем-то, что это такое было. Но это был ее любимый парфюм, она постоянно пользовалась магнолией. И есть у меня предположение, что... Ах, господи, я занюфнула, прям как вернулась в свое детство. Аромат в любом случае очень похожий. Я люблю такие ностальгичные ароматы. О, кстати, я, получается, вам наврала. Все-таки у меня здесь есть кое-что присланное на обзор. Давайте посмотрим с вами вместе. Это Urban Decay американский. Мне прислали. Они иногда мне что-нибудь присылают. И, конечно, спасибо им большое. Мне, к сожалению, этот тональный крем не очень понравился. Я его, наверное, отдам кому-нибудь, потому что у меня уже есть полноразмерный такой крем. Далее здесь Plumping Shine Balm. Они мне присылали несколько оттенков, когда у них только вышла обновленная коллекция. Кокосовая вода, я так понимаю, это просто прозрачный блеск. Да, чуть-чуть легкая-легкая, едва заметная. Есть ощущение мятное как бы на губах, то есть легкое чувство покалывания. Ни в коем случае не сильный эффект. Естественно, какого-то бешеного распухания губ тоже нет от этих блесков. Но он очень приятный, и они очень ухаживающие. Я довольно часто пользуюсь. Я выбрала там любимый оттенок из тех, что они мне прислали. И теперь вот у меня еще есть прозрачный, интересно, пахнет кокосом или нет. Приятный здесь запах сладковатый. Точно такой же, мне кажется, как у других блесков. И третий продукт это то, что я, по крайней мере, еще не пробовала. Shadow Stick. Это тени в стике 24 на 7 оттенок Fish Bowl. Fish Bowl? Интересно, интересно, как цвет называется. Посмотрите, это матовый голубой карандаш для глаз. Ну, я, если честно, даже не знаю, буду ли я часто пользоваться, да, чем с таким. Но обязательно формулу протестирую. Если мне формула понравится, то можно будет купить себе... Это что-то стойкое. Я вот влажной салфеткой пытаюсь стереть, и с трудом сходит, на самом деле. Ну, может быть, и правда будет держаться лучше, чем Bobby Brown. Следующие мои покупки, это несколько наборов. Два набора я купила в американском магазине Alta. Просто мы с вами гуляли по ульте, и я знаю, что у них периодически появляются всякие наборы, и в какой-то момент они начинают со скидками распродавать. Я увидела, что у них на стенде со скидками, где у них продукты, лежат те наборы, на них не было ценника. Conscious Beauty. Смотрите, давайте посмотрим, что у нас здесь. Вау, ничего себе, посмотрите, какая полная косметичка. Здесь, судя по всему, очень даже неплохой состав. 20 долларов я заплатила за этот наборчик, я не сказала. Давайте, наверное, не будем с вами здесь прямо все так рассматривать. Давайте я вот так вот просто сделаю. Вот это от Tarte Spray, Stay Spray называется. Если я не ошибаюсь, он проспиртованный, поэтому, наверное, я вряд ли буду им пользоваться. Но обязательно надо проверить, здесь состава просто нет. Ну да, здесь на втором месте в списке ингредиентов спирт денатурированный, поэтому этим спреем я, конечно, пользоваться не буду. Еще вот эта вот штучка довольно-таки знаменитая, бренд Капари называется. Это дезодорант. Одно время в бьюти-боксах он часто попадался, и многие его хвалили. По-моему, я его не пробовала, если мне память не изменяет. О, ну вот от Derma E, Derma E. По-моему, этот бренд Nihur, да, еще тоже продается. Это витамин С. Витамин С я люблю и уважаю, так что, наверное, вот это тоже у меня в ход пойдет. Всего остального я даже не знакома особо ни с чем. Так что именно эти, мне кажется, замечательные такие наборы, что можно сразу познакомиться, возможно, с брендами, может быть, найти даже фавориты какие-то. Так что я очень рада, что удалось мне запримезить этот наборчик в магазине. Еще один набор, что я купила в Ульте. Типа, смотрите, он такой бывалый, весь такой помятый уже, покоцанный. Он прям такой лежал в магазине. Я искренне надеюсь, что здесь внутри все в неизменном своем состоянии. Тоже этот набор был с огромной скидкой. Видите, 30 долларов полная цена. Value 122 доллара. Я еще, считайте, купила со скидкой. Я не помню точно, но, возможно, в районе 50%. Посмотрим, что у нас здесь внутри. Куча здесь бумажек. Давайте все отсюда вытащим. Что-то как-то оно все не очень презентабельно выглядит, да. Посмотрите, как оно должно было выглядеть на упаковке. Мне кажется, здесь как-то все это дело просто круче смотрится. А потом, ой, не знаю, может быть, я уже сочиняю. Но, в общем-то, с чем я знакома отсюда? Вот это прикольно. Марио Бодеску. Фэйшел спрей алоэ. У них очень хороший спрей. В принципе, многие хвалят. Так что это у меня точно в ход пойдет. Вот от IGK. Antisocial. Начиная маска. Overnight Bond Building. Видимо, что-то похожее на Allaplex. Когда, ну, как бы связи между вашими волосами. Ну, в общем, структура волос укрепляется. То есть, не на корни идет воздействие, а именно на структуру самого волоса. И, видимо, здесь что-то похожее. Обязательно я тоже протестирую эту штуковину. Это я тоже пробовала от Living Proof. Ну, нормальное средство для стайлинга, но не что-то прям запредельно супер-классное. От Бриожио, кстати, здесь спрей какой-то тоже есть. Мне кажется, за те, я не помню, сколько там, 15, может, долларов, что я заплатила. Мне кажется, это очень даже хорошее value. Кстати, от Estee Lauder Beautiful Magnolia. Еще один аромат с магнолией. Давайте, что ли, занюхнем с вами еще одну магнолию. Ну, не скажу, что здесь прям чистая магнолия. Там вот предыдущий, мне кажется, был более магнолиевый аромат. Ну, в общем-то, тоже приятный цветочный. И еще у меня здесь парочка наборов на сей раз с iHerb. Давайте я их выложу сюда. Вы, скорее всего, знаете, что у iHerb бывают наборы промо, господи, как-то они боксы называются. Ну, в общем, они туда накладывают маленькие версии продуктов, более-менее у них популярных, и дают еще скидку в районе, если я не ошибаюсь, 50%. К сожалению, там, по-моему, только один такой набор можно вложить в заказ, на который сработает скидка. И два раза один тот же набор со скидкой тоже покупать нельзя. Так что в разных заказах у меня были эти штуковины. Я там для дома что-то покупала, чай. Я стояла там, покупаю все подряд. Сейчас, правда, весь сентябрь у iHerb. У них 25 лет, да? По-моему, сайту сейчас скидки всевозможные. Я снимала видео недавно. Большая вероятность, что сейчас, возможно, скорее всего, я думаю, что не осталось ничего, потому что у них, когда скидки, то самое популярное очень быстро расхватывают. Ну, и мне кажется, эти наборчики запросто могут уже быть раскопленными, но у них в любом случае я просто советую периодически заходить, проверять, что у них есть в наличии, потому что постоянно они эти наборы обновляют, новый кит добавляют. Так, здесь щетка. Ну, у меня щетка электрическая, я одноразовно не пользуюсь, и для окружающей среды это тоже не очень хорошо. Но на черный день, да, на всякий случай, вдруг кто-то в гости придет и останется, не будет щетки у человека, можно иметь, наверное, такую про запас. Так, далее самый маленький пробничек от Banila Clean It Zero. Очень хорошее средство для снятия макияжа. Мне, правда, хемиш нравится больше, но, господи, посмотрите на это здесь. Ну, что это такое? Что это вообще? Ну, действительно, да, здесь на один раз всего лишь попробовать. Конечно, еще меньше, мне кажется, пробник просто сделать было нельзя. Ну, по крайней мере, перед тем, как по размерку покупать, это может быть неплохим способом, да, просто протестировать. Если я не ошибаюсь, это зубная паста. Она должна рядышком вот с щеткой у нас лежать. Увлажняющий крем для тела от Dermabee. Candle, Candle, видимо. Шампунь и ухаживающее средство для волос. Гель для душа и Dental Floss. Это, видимо, да, зубная нить. Здесь вот ее кончик начинается. Ну, такой маленький наборчик, если, возможно, в ванну, да, его положить, может быть, гости к вам приезжают, и у вас уже будет готовый для них наборчик. И вторая коробочка называется Self Care Box. Здесь тоже продукты для ухода за собой. Daily Eye Mask. Маска для глаз. Увлажняющее масло. Sleep Inspiring Mist. Это спрей. Видимо, он как-то приятно должен травами пахнуть, что должно побуждать вас желание уснуть поскорее, чтобы не ощущать этот аромат, простите. Ну да, здесь эфирными маслами пахнет. Я издеваюсь, на самом деле, не обращайте внимания, просто очень популярное средство Deep Sleep Pillow Spray называется. У меня в свое время история была, и если вы помните, что за история, то поставьте мне лайк сочувствием, потому что я, конечно, долго еще вспоминала это средство после тех неудачных событий, и с тех пор я очень осторожно отношусь к подобным продуктам. Ну, в общем-то, это так, это исключительно мои какие-то заморочки. Так, от бренда Avina, это, судя по всему, Body Wash. Это гель для душа, я как раз пользуюсь сейчас. Здесь Lightly Scented, то есть легкий здесь есть аромат, но в любом случае, я думаю, что это у меня в ход пойдет. Что это такое? Это соль, соль для ванны. Dead Sea Bath Salts. Маракасы вспоминаются из детства, давайте посмотрим, как она выглядит. Ну, соль, как соль. Я именно с салями очень часто, вкусно пахнет, не очень часто я пользуюсь, потому что они раздражают кожу с экземой. Ну, по крайней мере, большинство, наверное, людей не имеют такой проблемы, поэтому зайдет. Ну, и это мочалки в виде, понятно, перчатки. Хороший, мне кажется, наборчик. Мне, если честно, этот больше понравился, ну, потому что здесь Avina есть, которым я точно воспользуюсь. Ну, ладно, мы с вами все распаковали, мне кажется, чуть больше этого времени заняло, можно уже рукава обратно раскатать. Я надеюсь, это видео вам понравилось, я надеюсь, вы приятно со мной время провели. Если вам нравится такой формат, то обязательно напишите под видео. Я когда-то, может быть, два или три года назад на канале, у меня чуть ли не каждый месяц, может, через месяц я выкладывала такие распаковки. Если вам нравится такой формат, если тогда он вам нравился, то обязательно напишите ниже. Я буду стараться, пальцы крестиком держу, что у меня будет получаться тоже собирать. Ну и, конечно, у нас с вами скоро начинается сумасшедший период Черной Пятницы, распродаж всевозможных, и, конечно, у меня тоже будут еще распаковки на канале в ближайшие месяцы. Буду очень благодарна, если вы поддержите это видео лайком, или же оставите под видео какой-нибудь комментарий, именно ваша активность это то, что помогает каналу расти и развиваться. Спасибо вам большое за ваши лайки, за ваши комментарии, и увидимся в следующем видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok